Соломон Соломон Горелик родился в Бобруйске 23 июня 1913 года в семье еврея Кожевенника. Дом, где в то время проживала семья рабочего, был расположен в старой части города, в так называемом еврейском квартале, на улице Скобелевской, ныне улица Карломаркса. В 1929 году юноша оканчивает профшколу, получив специальность токаря-инструментальщика. В 1930 году юноша переезжает в город на Неве. Там он работал токарем-ремонтником на граммофонной фабрике. В Красную армию Соломон Аронович пошел по комсомольской путевке от фабрики в 1931 году. Учился сначала в школе авиационных техников имени Ворошилова, затем переводом в бронетанковой школе. Соломон Горелик стал превосходным знатоком военного оружия. В 1938 году даже участвовал в военном параде на Красной площади, как один из лучших танкистов Ленинградского военного округа. С июня 1941 года воевал на Юго-Западном фронте. Помощник командира роды Соломон Горелик неоднократно вел танки в атаку и эвакуировал с поля боя подбитые машины, иногда под огнем противника, исправляя в них повреждения. Порой сам садился за руль и вел танк в атаку, совмещая обязанности водителя и командира. 23 октября на подступах к Белгороду танковая бригада Горелика получила приказ уничтожить группировку противника, которой удалось прорваться к городу. Захватчиков атаковали пять боевых машин с десантным автоматчиком, а впереди шел тяжелый танк, который вел Соломон Горелик. Во время боя он заменил погибшего командира танка. Танк прорвался на позицию немецких артиллеристов, уничтожил несколько орудий, но его также подбили. Два часа экипаж Горелик обвел огонь из неподвижного танка, а когда снаряды и патроны закончились, отбивались гранатами. Немцу предложили команде сдаться, а когда танкисты отказались, облили машину горючим и подожгли. Соломон Горелик и его экипаж погибли. 27 декабря 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР воентехнику первого ранга Соломону Ароновичу Горелику за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленной при этом отвагой геройства присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Накануне 60-летия со дня освобождения Бавруйска от немецко-фашистских захватчиков одной из улиц бывшего военного городка Киселевича присвоили имя Героя Советского Союза Соломона Ароновича Горелика. На Аллее Героев на Площади Победы также установлена стела в честь нашего земляка. Я живу на улице Горелик, когда был бруйчанин, и я считаю, что он положил свое здоровье, свою голову за нашу родину белорусскую. Горелик был Героем Советского Союза, участвовал в освобождении Бавруйска и Минска. Бруйчанин участвовал в освобождении города Бавруйска, был танкистом. Превосходный командир, сам управлял танком и освобождал Бавруйск. Ну, я знаю, что это был танкист, который погиб в Великую Отечественную. И мы идем по улице Горелика. Бобруйчанин – один из восьми первых Героев Советского Союза, погибших в самом начале войны, и первый Герой Советского Союза из уроженцев Бавруйска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова